РФ регулярно использует свои самолеты дальней авиации для бомбардировки украинских городов. Один из таких – стратегический бомбардировщик Ту-160. Ту-160 является сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком дальнего радиуса действия. Он был разработан как ответ на американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer. Ту-160 обладает большим размером и массой, а также имеет интересные технологические решения в конструкции, такие как использование композитных материалов и новые двигатели с переменной тягой. Все это позволяет ему не только развивать сверхзвуковую скорость, но и обладать высокой маневренностью и большим радиусом действия. Ту-160 является стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем с изменяемой геометрией крыла. Классифицируется как один из самых мощных боевых самолетов в мире. На данный момент такие бомбардировщики-ракетоносцы стоят на вооружении РФ, хотя после распада СССР часть парка Ту-160 была и в собственности Украины. Однако стратегическая авиация не соответствовала военной доктрине Украины, и богатое наследие дальников, с аэродромами, бомбоскладами заполненными крылатыми ракетами, в том числе и ядерным оружием, крупным авиаремонтным заводом, были фактически уничтожены. Люди, а это летчики, штурманы, авиационные инженеры, техники и масса других летных специальностей, оказались просто никому не нужны. Все самолеты или проданы, или порезаны на металлолом. Тут необходимо сделать некоторое отступление с поправкой на время. Время после 1991 года, это время распада СССР. Летчики дальней авиации, выпускники Тамбовского летного, штурманы, челябинского штурманов. Инженеры это выпускники Киевского, Рижского и Иркутского. Техники, в основном с Васильковского училищ, немного с Пермского. Политработники с Курганского и Донецкого. В Абата, АБС и РТО, выпускники многих специализированных училищ Союза. Люди оказались не у дел и с непонятной перспективой, вот и пошли необратимые процессы. Многие, хоть и не все, сразу же поехали домой, в свои независимые государства. Целостная структура рухнула. В 1992 году на территории Украины находилось 4 воздушные армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиаполков, 11 отдельных эскадрилей, учебные и специальные учреждения и заведения. Дальняя авиация Украины базировалась на 8 авиабазах. Прилуки, 10 Ту-160, 59 Ту-22М3. Полтава, 6 Ту-16П и 18 Ту-22М3. УЗИН, 23 Ту-95МС, 21 самолет-заправщик Ил-78. ГАЙОК, Белая церковь, 27 Ту-16К. Возле авиабазы расположен Белоцерковский авиаремонтный завод, где производился ремонт самолетов Ту-16, Ту-22 и Ту-95. Кульбакина, Николаев, 29 Ту-22М2М3 и 20 Ту-16К. Строй, 23 Ту-16К и 18 Ту-22М3. Озерная, Житомир, 30 Ту-22КД, носители крылатых ракет Ха-22. Ту-22ПД, самолет радиоэлектронной борьбы, Ту-22УД, учебно-тренировочный самолет. Нежин, 30 Ту-22РРД РКРДК, самолет, совмещающий в себе свойства бомбардировщика и разведчика. Ту-22УД, учебно-тренировочный самолет, Т-22ППД, самолет радиоэлектронной борьбы. Всего ВВС Украины насчитывали 1100 боевых самолетов, а также большие арсеналы авиационных крылатых ракет, 1068Х-55 и 423 ракеты Ха-22. В 1992 году Украина также получила большую часть авиации Черноморского флота, СССР, в том числе дивизию, а это три полка морских ракетоносцев Ту-22М2 и Ту-16К, разведывательный полк на Ту-22Р. Эти самолеты в 1994 году были отправлены на базы хранения, а потом утилизированы. Даже слово нашли для этого варварства, утилизированы. Украина оказалась заложницей своего положения. Приняв на себя в 1992 году статус безъедерной державы, Киев должен был к октябрю 2001 года уничтожить все стратегические носители ядерного оружия, включая бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Американцы финансировали это действие. На выполнение контракта по ликвидации стратегических авиационных комплексов Ту-95МС, Ту-160 и крылатых ракет воздушного базирования в Украине, на так званую утилизацию по программе Нанна Лугара, Украина получала средства из расчета по 1 миллиону долларов на каждый самолет. При этом американцы до сих пор все свои выведенные из эксплуатации самолеты не режут, а хранят на авиабазе Дэвис-Монтэн. Уже 16 ноября 1998 года Украина приступила к выполнению контракта, разрезав в присутствии американцев с использованием их оборудования 2 Ту-160, бортовые номера 24 и 14. Дальняя авиация оказалась таким чемоданом без ручки, и нести тяжело, и выбросить жалко. Срочно искали варианты, как избавиться и при этом заработать. Рассматривался вариант продажи Китаю, поговаривали об Ираке. Но это прямые противники США, а сориться не хотелось. Договаривались с американскими компаниями. В марте 1999 года Министерство обороны Украины даже получило разрешение правительства и Верховной Рады Украины продать 3 бомбардировщика Ту-160, бортовые номера 10, 11 и 12, и запасные части к ним за 20 миллионов долларов. Американской компании Platforms International Corporation для переоборудования в носители ракет для запуска спутников. Однако Москва и Вашингтон запретили сделку. В это же время обсуждался вариант обмена 11 Ту-160 и Ту-95МС на 11 самолетов, Ан-22 и Ан-124 военно-транспортной авиации России. Затем самолеты дальней авиации Украины использовали как разменную монету. Осенью за еще способные летать 8 Ту-160 и 3 Ту-95МС решили уменьшить украинский долг за российский газ на 275 миллионов долларов. При этом вместе с бомбардировщиками Украина обязалась передать России также 575 крылатых ракет Х-55СМ, которые находились на вооружении этих самолетов, и аэродромное оборудование. Соглашение о передаче бомбардировщиков было подписано в Ялте в октябре 1999 года, а уже 2 ноября соответствующее постановление своих правительств подписали премьеры Владимир Путин и Валерий Пустовойтенко. Через три дня первые Ту-160 и Ту-95МС прибыли в Энгельс и вошли в боевой состав 37-й воздушной армии стратегического назначения. Туда же были отправлены 6 эшелонов с ракетами и аэродромным оборудованием, в том числе и запасными авиационными двигателями. И хорошо, что этот вопрос наконец-то решили премьеры, потому что для нужд наших вооруженных сил Ту-160 и Ту-95 не нужны, сказал командующий украинской авиации генерал Виктор Стрельников. 2 февраля 2001 года в Прилуках был утилизирован последний Ту-160, бортовой номер 32. В результате на территории Украины остался лишь демилитаризованный и приведенный к летно-непригодному состоянию тяжелый бомбардировщик Ту-160, бортовой номер 26, установленный в Музее дальней авиации на аэродроме Полтава. Параллельно в Узине и Белой церкви выполнялись работы по ликвидации Ту-95МС. Возможно, для Украины это действительно была непосильная ноша, но, наверное, правильнее было бы не резать. При наличии такого гиганта, как Антонов и Белоцерковского авиаремонтного завода, их можно было бы переоборудовать и использовать в гражданских целях, сохранив всю инфраструктуру. Это были бы уже не носители ракет. Не верится, что не было других вариантов. Американцы, естественно, старались побыстрее уничтожить самолеты на земле, россияне забрать их себе. Что совершенно точно, так это то, что РФ их передавать было нельзя, тем более с ракетами. Вообще Ту-160 – это уникальный советский самолет, который после развала СССР и разрыва всех связей кооперации и наложенных санкций, Россия изготовить с нуля пока не в состоянии. Сейчас ВКС РФ располагают в общей сложности 16 самолетами типа Ту-160, в том числе модернизированными. Планируют довести до 20 численности полноценного полка. Недавно показали четыре новопокрашенных Ту-160М2 в Казани, из которых два модернизированы, а два недостроенных стояли в ангаре еще со времен социализма и составлены из еще советских заготовок по программе воспроизводства в течение 2020-2022 годов. В 23-м начались испытания. Вся модернизация заключалась только в обновлении отдельных конструктивных элементов планера и в замене силовой установки на новые двигатели НК-3202 вместо старых НК-32 с сохранением ресурса. С ранее разрекламированным радикальным обновлением номенклатуры бортовой электроники как-то не сложилось санкции. А теперь о былом. Если кратко изложить историю этого ракетона-стца, то свой первый полет Ту-160 совершил 18 декабря 1981 года. А в Украину первая группа из двух Ту-160 поступила в 184-й гвардейский полтавско-берлинский краснознаменный тяжелый бомбардировочный авиационный полк, базировавшийся в Прилуках Черниговской области, 25 апреля 1987 года. Один из этих самолетов принадлежал к опытной серии, второй был главным в военной серии. К 1991 году на украинской авиабазе в Прилуках находилось 19 самолетов Ту-160, которые перешли к воздушным силам Украины после распада СССР. Ту-160, также известный как «Белый лебедь», является одним из самых больших и тяжелых стратегических бомбардировщиков в мире. Его длина составляет около 54 метров, размах крыльев достигает 55,7 метров, а его высота – около 13. Вес Ту-160 может достигать 275 тонн. Он может развивать скорость до 2200 км в час на высоте и до 1030 км в час у Земли. Крейсерская скорость – 850 км в час. Максимальная дальность полета без дозаправки – 13950 км, практическая – до 12300 км. Продолжительность полета – до 25 часов. Вооружение, которое используется на Ту-160, это до 12 ракет «Воздух-Земля» Х-101 или Х-102, обладающих дальностью действия до 5500 км. Шесть бортовых пушек ГШ-23Л калибром 23 мм, снабженными системой автоприцеливания. Состоящие на вооружении Ту-160 стратегические крылатые ракеты Х-55СМ, имеющие дальность действия до 2500 км, предназначенные для поражения стационарных целей с заранее заданными запрограммированными координатами, ввод которых осуществляется в память ракеты перед вылетом бомбардировщика. Ракеты размещают на двух барабанных пусков их установках МКУ-65У по 6 штук в два грузовых отсека самолета. В случае работы по целям на меньшей дальности, на вооружении берут аэробаллистические ракеты Х-15С. 24 ракеты, по 12 на каждой МКУ. В 2023 году Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД, дальностью более 6500 км. После специального переоборудования, самолет могут оснащать свободно падающими бомбами различного калибра до 40 тонн, включая ядерные, разовые бомбовые кассеты, морские мины. Оснащен передовой системой связи и навигации, включая современные системы поиска и обнаружения воздушных целей. Может проникать в воздушное пространство противника на большой скорости, демонстрируя низкую радиолокационную и инфракрасную видимость. Такие самолеты предназначаются для поражения наиболее важных целей ядерным и обычным оружием. Также их используют при обстрелах удаленных военно-географических районов и глубокого тыла континентальных театров военных действий. Самолет оснащен четырьмя двигателями НК-32, производства Казанского авиазавода, для работы которых используется авиационное керосиновое топливо типа ТС-1. Одной из крупнейших известных авиабаз России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, взлетающие для бомбардировки городов Украины, является «Энгельс-2». Эта стратегическая авиабаза расположена неподалеку от Саратова. На авиабазе находятся 16 самолетов Ту-160 и 18 Ту-95МС. Украину также бомбят из аэродрома «Шайковка» на западе Калужской области, где базируются 27 Ту-22М3 всех модификаций. С авиабазы «Дегелева» на западной окраине Рязани бомбардировщиками Ту-22М3 и Ту-95МС. Ту-22 взлетают на бомбометании и с авиационной базы «Сальцы» в Новгородской области, с авиабазы «Оленья», на Кольском полуострове, недалеко от города Оленигорска. И это несмотря на взятые РФ на себя международные обязательства. Принципы безядерности были заложены в Декларации о государственном суверенитете Украины, который был принят Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года. 14 января 1994 года на встрече в Москве президента Украины, США и России подписали трехстороннее заявление. В соответствии с ним Украина стала безядерным государством, соответственно отказалась и от носителей ядерного оружия. 16 ноября 1994 года Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. В декабре 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, согласно которому подписанты выступили гарантами независимости и суверенитета Украины в границах 1991 года. Они должны были воздерживаться от любых проявлений агрессии по отношению к Украине. Наконец 28 января 2003 года в Киеве, тогдашний президент Украины Леонид Кучма и президент РФ Владимир Путин подписали договор о государственной границе между странами. Через 20 лет Россия нарушила это соглашение и развязала гибридную войну, захватив Крым. А 24 февраля 2022 года развязала полномасштабную войну с использованием дальней авиации, в том числе и Ту-160, стыдливо назвав ее СВО, оправдывая пропагандистскими выдуманными причинами и целями, неуклюжими попытками переиначивания истории. Ранее представители федерации использовали эти бомбардировщики и в войне в Южной Осетии и против Сирии. Поэтому совсем неудивительно, что песня «Хотят ли русские войны» как-то по-другому зазвучала. Песня «Хотят ли русские войны» Весь мир услышал их, весь мир услышал их, весь мир услышал их ответ. И вам отвечает стар и млад, и почтальон, и адвокат, и беден кто. И вот и кто богат, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят.